С каждым днём в Ленинском городском округе защищённых от коронавируса людей становится всё больше. И это даёт надежду на то, что будущей осенью жителям муниципалитета всё-таки удастся избежать очередной волны заболевания. Прививка от этой опасной инфекции формирует устойчивый иммунитет. В Витовской районной клинической больнице в наличии есть три вакцины. Спутник ВИК, как раз это гам-ковид-вак, и пивак-корона, и ковивак, но она, к сожалению, уже быстро закончилась. Она поступает очень маленькими дозами, поступает только в Московскую область. Встреча заведующего в Володарской амбулатории Тимура Осанова с работниками администрации округа была посвящена актуальным вопросам, которые всё чаще возникают у тех, кто хотел бы сделать прививку, но пока колеблется. Врач-терапевт считает, что единственной защитой от тяжёлых осложнений является вакцинация. Вакцинироваться можно, если вы подаёте заявку в домашних условиях. Мобильные комплексы выезжают в СНТ, ДНТ, коттеджные посёлки. Также в каждом структурном подразделении, в каждой амбулатории и поликлинике, в ВИК, в районной клинической больнице можно провакцинироваться двумя вакцинами. Также сделать прививку можно в МФЦ и торговых центрах. Всего по округу открыто 13 пунктов, где вводят двухфазные вакцины, гам-ковид-вак и пивак-корона. Право каждого, прививаться или нет, но нужно понимать, какие есть осложнения от заболевания и ставить в приоритет, конечно, профилактику. Инфекционист Ольга Нинастина дополнила выступление коллеги и рассказала, в чём разница ранних антител и тех, что вырабатываются после введения вакцины, а также ответила на все интересующие вопросы. Какие последствия нормальные, допустимые? Потому что мы услышали, что нету там смертей, нету шока антилактического, но у всех у нас, вот здесь присутствующих, наверное, есть такие страшилки от наших товарищей и друзей, что что-то плохо стало. Вся реакция может сохраняться в течение трёх дней. Это может быть ломота в суставах, в мышцах, температура, которая повышается до 40 градусов. То есть всё это симптоматическое лечение, то есть вы можете смело принимать какие-то нестероидные препараты, то есть от температуры, то есть всё по симптоматике. И в течение двух-трёх дней все симптомы должны пройти. Кроме того, сотрудников администрации интересовало, какие сейчас существуют вакцины от ковида, ждать ли последствия прививки и какой срок действия прививочного сертификата. Галина Житкова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.